Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Здравствуйте, уважаемые присутствующие! Сегодня в нашем зале собрались представители школы номер 12, города Матищи, и Матищинского дома музыкального воспитания. Дети, которые растут, живут, радуются, учатся, совершенствуются, и мы, представители старшего поколения ветеранских движений, хотим вам передать то самое лучшее, что мы накопили за собственную жизнь, своим опытом, опытом познаний, опытом труда, опытом целеустремленных достижений. И это сегодняшнее мероприятие, посвященное Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. К сожалению, есть такое в нашем обществе явление, как терроризм. Ну, в общих читах можно обозначить, что такое терроризм. Это одно из древнейших социальных явлений. Наверное, все знают, что такое война, это когда активными действиями сплоченными друг с другом какие-то социальные, ну, общества, государства воюют. Вот. А терроризм появился еще раньше, чем появились регулярные войска. То есть, люди хотели против другого человека чего-то доказать. Не методом, чтобы друг с другом договориться, как предлагает наш президент Владимир Владимирович Путин, да, методом договора, а именно решить какие-то проблемы. А именно методом силы. То есть, я тебя не хочу слушать, потому что я прав. И больше мне ничего от вас не надо. Вот. Я тебе докажу, что я прав, тем, что я сильный. Не тем, что я умнее, не тем, что мы дружнее. Вот. А тем, что я сильный. И вот я сейчас против тебя что-то какое-то организую такое, от чего ты будешь страдать, а потом согласишься на те условия, которые есть. Вот, собственно говоря, смысл терроризма. То есть, смысл терроризма – это эгоизм. Эгоизм – нежелание общения с другим человеком, нежелание восприятия проблем другого человека, нежелание пойти навстречу другому человеку. Вот, собственно, эгоизмом, борьбе с эгоизмом, да, мы с вами все свою жизнь можем посвятить. То есть, стараться учиться, трудиться на благо самого себя, на благо своей семьи, своего города мы тише родного, на благо своей родины, России, на благо всего человечества, не жалея самого себя, да, вот, хотя бы в своей учебе, в спорте, в своих творческих достижениях. Вот, собственно, мы этому посвящаем всю свою жизнь. И уже тем, что мы с вами находимся здесь, проявляем солидарность в борьбе с терроризмом, да, проявляем солидарность и готовность своими дружными усилиями что-то сделать хорошее, этим самым мы уже с вами несем свой вклад в борьбе с этим мировым злом. Но день солидарности в борьбе с терроризмом, он был в нашей стране принят в соответствии с федеральным законом, а связан было с событиями в городе Беслан. Когда в школе, с 1 по 3 сентября, террористы захватили школу, опять-таки, с желанием кому-то, методом силы, доказать якобы они правильные, а якобы их правда правильная, чем чьих и других, с желанием причинить просто боль другим людям, а причинять стали боль именно, ну, самому дорогому, что у нас есть, это детям. И вот они захватили школу и стали требовать своих и выдвигать какие-то свои террористические требования. Пострадало очень много людей, пострадали дети. Это была большая трагедия. И вот этот цинизм, это чрезвычайный эгоизм, да, чрезвычайное нежелание общения стало вопиющим фактом, который сплотил весь наш народ, всю нашу Российскую Федерацию в борьбе с этим явлением. И вот было принято решение, этот день солидарности и борьбы с терроризмом был внесен в список федеральных государственных праздников. Сегодня мы с вами поговорим, что такое терроризм, чтобы вы понимали и представляли смысл этого явления, сущность. И для этого мероприятия, для этого занятия с вами мы пригласили ветеранов Министерства внутренних дел. Ну, перед вами ваш покорный слуга, да, подполковник милиции в отставке Шанков Станислав Валерьевич, член комиссии Совета ветеранов Центрального аппарата Органов внутренних дел по патриотическому воспитанию. И Романов Андрей Николаевич, ветеран-полковник милиции в отставке, ветеран Органов внутренних дел, председатель и учредитель Российской региональной общественной организации ветеранов Органов внутренних дел Шаболов К-6, член, вернее, участник антитеррористических операций. Предлагаю наше мероприятие считать открытым. Будет звучать День Российской Федерации. Вашим сочетанием на механизм будет звучать, чем можно из-за мероприятия подбить. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. День Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас мы с вами посмотрим небольшой социальный ролик, который расскажет, что такое терроризм на обрядных примерах, и как дети тоже проявляют свою солидарность в борьбе с этим социальным негативным явлением. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь вы видели взрывы в метро, это сейчас кадры из Исландской трагедии, Дубровка, Новокост, это взрыв нашего самолета в Египте, это многочисленные теракты на транспорте. Продолжение следует... Страх стал синонимом терроризма. Террористы воздействуют на нас, на все улучшения чувства, беззащитности, чувства страха. Мы стали болеться, как из-за большого скопления народа. Театр, спортивные мероприятия. Боль эмоциональная и физическая. Чувства сопереживания и страдания родных и близких, пострадавших и погибших в терактах. Каждая бомба убивает детей и разрывает сердца матерей. За последние несколько лет были совершены террористы в Беслане, в Москве, в Грозу, в Владивостоке, в Волгограде и в небе над Синайским полосом. Жертвами стали около двух тысяч человек и разрушены человеческие судьбы. Мы, молодое поколение нашей страны, и мы говорим терроризму нет. Для нас нет чужой виды. Трагедия отдельной семьи – это трагедия города, округа страны. Терроризм будет побежден. Всегда найдутся те, кто встанет непоколебимой стеной на пути к ужасу и страху. Хоть на 12, но мы уже и сейчас готовы встать на защиту нашей родины. Мы – многонациональная страна с богатой историей, культурой и традициями. Ключом к плечу в нашей стране живут люди разных мероприятия. Мы едины, и в этом наша сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы увидели, что какие жертвы приносит терроризм. Предлагаем почтить всех жертв. Это и те сотрудники и правоохранительных органов, и военнослужащие, которые защищают нашей жизни. Прямо сейчас, в эту минуту, вы знаете, идет антитеррористическая операция в Сирии, и на юге нашей страны, и в других местах. В Санкт-Петербурге был взрыв. Продолжают наши сотрудники прямо сегодня нести эту службу. По защите нашей возможности с вами учиться, трудиться. То, чтобы мы с вами мирное небо над головой было, да? И тех жертв невинных, которые пострадали от этого негативного социального явления. Прошу встать. Прошу встать. Сейчас перед вами выступит полковник милиции в отставке Романов Андрей Николаевичей, председатель и учредитель общественной организации ветеранов органов внутренних дел, участник антитеррористических мероприятий. Кстати, когда шли кадры, он говорит, вот здесь я принимал участие, вот здесь я выезжал. Ну, я уверен, что он сейчас об этом все вам расскажет из первой лица. Я думаю, мы не будем пользоваться микрофоном, так будет проще, так будет душевно. Терроризм. Солду короткое, но бьет по мозгу. Где-то ты там, в Сирии терроризм. О, взрывалось. Где-то кто-то на машине протаранул детей и людей, зарезал, расстреливал терроризм. Где-то в Германии вытворили. Далеко. Нет, ребята, не далеко. Он рядом, за углом. И мы этого с вами пока еще не знали. Так же, как мы не знали в свое время, что у нас заминированы два дома в Москве. Вот с этого беды в Сирии и в России начались. В Союзе. В России. Когда под видом сахара и цемента, в жёлый дом завезли десяток мешков. Все видели. Все знали. Когда бабахнуло. Вы знаете, выезжать туда. Как-то не по себе становится. Когда переедешь туда. Разрушенный дом, который вчера был год. Покалеченные, убитые люди. Смотрю меня. Даже страшнейшим из этих людей. Где-то одна тысяча. Через того, что можно было убить. Мне пришлось уезжать на эти дома. После этого я непосредственно полтора года работаю в ВУД Москвы. Занимался только этой проблемой терроризма. Мы поделим на уши всех. Не все. Вы знаете, что тогда была определённая работа, можно сказать, и зачистка Москвы. Но она не даст никакой зачистки. Никаких результатов. Потому что, как мы здесь правильно сказали, у терроризма нет национальности. Все решает деньги. Деньги на аркологозе и бизнесе, деньги на нефть и бизнесе, деньги на торговое оружие. Вот эти деньги. Деньги и еще раз деньги. Ты купил человека из нищей семьи, заплатив ему миллиарды, миллионы, потом уже получил чем-то. И пообещав ему, извините, рай, там, человек, забитый морально и физически, плача, жалко, что он не понял. И не обязательно будет быть человеком той национальности, кто его агитирует. Это будет наоборот. Человек из другого государства. Ваш сосед. Ваш, извините, нападник. С кем вы рядом мучаетесь, для кого вы знаете. Вы не знаете об этом. Кто знал, что в НГУ раскидана сеть ИГИЛ? Кто знал? В интернете, пожалуйста, все открыто. Я еще вернусь по интернету. Все знают. Она ездила в Сибирь и туда. Вот таких примеров по Москве каждую неделю уедается десятка. Мы знаем о них, когда взрыв какой-то произошел. Или когда это взлетит. А уезжать в Турцию, в Сирию. Особенно с тех южных наших регионов. Плачками на столе с ними галки. А возвращать оттуда бандиты. История страны помнит басмарсин. Это тоже проявление коронавируса. Сейчас на юге России, я имею в виду, вот тут, в Кавказке. Ситуация кореннего возраста не изменилась, к сожалению. Целая деревня. Днем селяне, аувляне. А ночью мы не знаем, кто это за людей. А у многих родственники в России живут. Занимаются чем-то хорошим. Что это цепочки? Зачем им? Вот для этого созданы у нас федералистскую группу безопасности управления бандитского рейтинга. МВД России. Занимаются этим литералом. Вот я выезжал. Кадр был. Я выезжал про 1998 год сказал. За эти два года удалось действительно много. И я, честно сказать, вожусь одним делом. Я это неоднократно говорю. Очень много объявлений в транспорт. Наступленных это могли. Для два года мы добивались. И мы удовлетворили, чтобы эти объявления молодые стороны шли. Текст именно до сих пор не скрыли. Пришлось советоваться с институтом русского языка. С одним уважаемым человеком, милый спор, к сожалению, с утренними читали эти тексты, или творки, или творки, или творки. Оценить какие спорты. Чтобы не обидеть этим текстом, как другие. Чтобы не показать пальцем, вот он в воде. Честно говоря, грамот нехороший. Показали метровопадку, мою родную метровопадку. Я был как двадцать лет, я спускался и не ходил. В этот день я выезжал. Ночью выезжал до Казаводского, где сегодня Верховное метро, кто-то не знает. Шесть часов мы там сидим. Почему метров, скажите? Кто знает? Терроризм. Он хочет, чтобы больше всего людей уничтожить. Так, правильно. Еще что можно сказать? У тебя с этим молодым человеком мы потом подискутируем. Терроризм. Он хочет, чтобы больше всего людей уничтожить. Еще почему? Я подчеркиваю. Метро. Потому что будет очень большой эффект. Дальше, 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 дальше. Продолжай. Большой эффект. И я сделаю... Вы скорее всего одну мысль хотите сказать? Да. Давайте. И владельцы метро тоже, мне кажется. Молодельцы... Это почти доискоримская цена для метро. Почти хорошо сказал. Тогнитивная цена. Давай. Потому что оттуда никак не выйти по-быстрому. Так вот. Ну давай, последний стопой закончим. Потому что там больше человек, и они будут по-сюда взрывать. Спасибо. Так вот, давайте мы вернемся немного назад. Не метро. С чего я начал? Почему террористы выбирают места массового пребывания людей? Я терпеть не могу слова скопления. Это слово не относится к человекам. То есть к людям. Люди пребывают. Массовое пребывание людей. В русском языке это так и звучит. Почему? Объясните мне. Почему? В гинозалах, на рынках, на вокзалах, в автобусах. И так далее, и так далее. Почему? Ну, давайте. Мне кажется, что люди маникулки не могут быстро... Отличная фраза. Запомните ее. Кто еще хотел сказать? Ну, специалисты, поймите. Потому что там в автомобилях, автобусах, на рынках, метро, там, если могут отзывы попасть на транспорт, он может взять... А теперь я продолжаю тему. Они что рассчитывают? В этой ситуации призведя... Все запугаются, что ли. Хорошо? Ну, и кто сам из этого называет? В первую очередь, мы должны запугать. На панике. На страх. Сначала на панике, а потом на снежке. И запугать не только тех, кто могут здесь, в Агнице, в Агнице. А на остальных людей, которые живут в этой доме. На этой улице, в соседних домах. Которые ходят в этот магазин, на рынках и так далее, и так далее. Дублок-то выезжал в эту доме. Двели десять дней сумасшедшего дома. Почему? Об этом я тоже не попозже. Скажем, как вам вести в этой ситуации. Что это было? Вы знаете, когда все закончилось, страшно было смотреть на длину. Вот кто там был, страшно было смотреть на длину. У нас одна сотрудница была... Дочь была. Точь там была. Вместе с мамой несколько раз приходилось общаться. Даже на одном этаже работали. Женщина за неделю посидела. Потому что ни с луку, ни с луку, ни с луку. За неделю женщина посидела, а она после этого ушла. На питье. А ее еще работали. Дочь после этого два года лечилась. Не только она. От всех этих последствий. У нас один сотрудник был. Один сотрудник был. Один сотрудник был. Он шесть лет после одного из командировок на Кавказе. Боясь одного из командировок на Кавказе. Любого хлопка он автомат. Другого. Он тут же падал на землю и зернулся. Здесь поступил вопрос из первого лета. От молодого человека военный финал. А что от нас зависит? Правильно вы слышали? Что от вас зависит, ребята? Первого. Вчерашные события волонтерики все слышали? Да. Я еще только первый раз прошел. А я на себе написал историю. Написал. Четыре пункта. Через четыре часа все четыре пункта подтвердили. Первое. И это я говорил еще год назад во второй школе. Ребята, каждый из вас утро начинает с компьютера, с интернета. Вечером с ним засыпают. И возите вы. Кому что интересно? Правильно? И многие из вас, переписываясь друг с другом, прекрасно видят, о чем вы говорите. У этого хлопчика, которого терроризировал класс Яковлева, был бы Сань. Который делал несколько лет, преклоняясь его лекарственным террористам, который в последний язык был уничтожен при захвате школы. Он был помешан на них. Вот это зомбирование интернета – это первая составляющая часть того. Второе. Самое главное. Если вдруг вы когда-нибудь, где-нибудь, не обязательно это будет взрыв. Не обязательно это будет что-то. Тогда вот, образно говоря, вы находитесь в каком-то помещении, и тогда это помещение просто рушится, технически. Это не терроризм. Это техническая катастрофа. Хотя при этом всегда рассматривают свежий терроризм. Никогда не примите. Никогда не орите. Быстро, по возможности, оцените ситуацию. Посмотрите, какие у вас действия. Как вам оттуда? Исчезнуть? А вы только не однажды. Старайтесь, спасибо. Полный. Или сообщите об этом. Третье. На улице. Или не просто. А вообще вы чувствуете, как у меня однажды было. Зачал. Ну да. Слышал. Ну не может, вы не будете задерживать. Ну сообщите взрослых. Ну с одной стороны поправить смазы, всегда я вижу. И меньше, как говорится. Но раскрывайте свои головы, чьими задуманными. И руки поставьте из лучей. Для хорошего нормального дела. Потому что разомбируют вас через интернет. Да не просто через интернет. А просто. Вообще не постоянно. Соседы, школы, и так далее. И еще. Я представляю, что в каждой школе, в каждой школе, есть, ну типа три года. Проигрываются ситуации. Замкнутая безопасность. Обычно проигрываются. Ребята, относитесь к этим занятиям. По безопасности. И просто хихи и хаха. А то, что надо, обладать все должны. Чтобы не было у нас бесконечно. У нас сотрудник есть. Наш рабочий. У нас, в этих событиях, во всех проектах, только 10 человек. Причем один из них. Ваш земля. Вы это знаете. Сергей Никасович. Учащийся в себе в школу. У него бывший учащийся в школе. Это прекрасный пункт. Да куда они, когда приезжают, когда рассказывают о том, что видят. Детей осталось без родителей. Разбитые воздушные дома. Уничтожены это все. Когда вместо дома люди нищие. И тут же идет реклама того, что вот мы такие все большие, мы сейчас всех уничтожены. Это страшно. Это страшно, когда вы себя касаетесь с этим. Тогда это никакой не страшно. Но вы должны быть всегда. Помнить о том, что это зараза, извините, я не для операторных условий. Она не требует. И когда она может себе зубник указать, зависит от вас. От ваших глаз, от ваших чистых голов. Хотелось бы понимать, что вы должны, чем вы должны заединиться. В первую очередь. Можно много было бы вам рассказать. Но не все вас понимают, рассказы о боевых операциях и так далее, и так далее. Но я думаю, что мы в следующий раз с вами встретимся еще раз. И покажем вам некоторые фильмы. Более такие. Как раз эти события. У нас есть фильмы, документальные эти события. Вот. Мы готовы приехать к вам. И показать и для учителя, и для вас. Я думаю, что мы это с октября будем продолжать. Тогда у нас уже будет интереснее. Я вам, любящий ребят, которые у меня не вас есть. Они вам расскажут. Скажки на ночь к истории. Ну, мы, наверное, поблагодарим Андрея Николаевича. Поблагодарим Андрея Николаевича. Конечно, сказки страшны на ночь, наверное. Это в качестве, так сказать, бубу. Чтобы мы с вами понимали то, что от нас зависит. От нас зависит, Андрей Николаевич это четко пояснил. Что первое, вы сегодня ученики. У вас зависит учиться. Самое первое, чтобы учились все на пятерке. Следующее, что от вас зависит. Вы все занимаетесь спортом. Чтобы в спорте вы все были победителями, целеустремленными во всех ваших достижениях. Следующее, чем вы занимаетесь каждый день на вашем труде. Это то, что вы занимаетесь творчеством. Соответственно, это ваше творчество. Вы стараетесь рождать самое лучшее, самое доброе, самое светлое. Что вам доступно в вашей жизни. И мы с вами об этом уже говорили. Надо быть дружными, сплоченными. Стараться идти друг другу навстречу. Стараться понимать других людей. Не методом силы, насилия и каких-то таких действий, чтобы кого-то через силу переломить. А именно методом убеждения. Методом беседы. Методом диалога. Методом взаимопонимания. Вот этому надо вам всем учиться. И тогда мы с вами будем жить здорово, счастливо, успешно. У нас будет процветающая Россия. И для этого мы с вами послушаем следующую песню, которую сейчас исполнят школьники школы номер 12. Мне поется о том, что мы, ваши совместные усилия, можем сохранить свою жизнь. Все, вперед. Вот. Свою жизнь. Свой труд. Свои достижения. Свою школу. И спасти Родину Россию. И спасти, соответственно, весь мир, всю человечество, которое к нас сейчас как раз и призывает именно вашими действиями. Вашими сплоченными действиями. Вашими сплоченными действиями. Вашими сплоченными действиями. Вашему миру. Вашему миру. И влюбленный свет Солнце, как пребудья в марте Текло и до гроба Но что в дневных ходят Участие в стиле власть Давайте сохраним На свежем до сентра Как снах у небеса Даёшь ты где-то тихо Давайте сохраним На свежем до сентра Как снах у небеса Даёшь ты где-то тихо Коль сужден он решает Нам не холодит Давайте, правда, все Мы веренами, нам не веримся Давайте наши души Вместе сохраним Тогда и на земле Мы сами сохранимся Давайте наши души Вместе сохраним Как снах у небеса Мы сами сохраним Вместе сохраним Вместе Вместе Вот идея Вот идея Ну вот, собственно и произвучала идея Мы сами сохранимся Когда мы будем дружными Когда мы будем Целеустремленными Трудолюбивыми И, соответственно, светозарными И нести свет Счастье Радость Процветания в то общество В котором мы находимся Это наша семья Это наша школа Это наш поселок Наш город Мытищик Наш Московский регион Наша Россия И в целом Все человечество Андрей Николаевич В завершении Нашего мероприятия Хочет подарить Небольшие подарки Вам Ваши музеи Патриотической славы Дорогие друзья Год назад В такой ситуации Мне пришлось Важными учебными людей И подарить Касту Минецкого Солдат Идут его на поле Братинска И рядом Идут его Катейского Голливудования Солдат Ну Другой указки Извинить у меня Нет Хотелось бы еще Дарить эти указки И как можно больше Но У нас Ветераны Долговые И хотелось бы На память о нашей встрече И последних На этих стенах Впервые Я думаю Подарить В библиотеке В нашем Внутри Включение Заметений По Книге Воспоминания Одного Нашего Терранца Это Уписка Если Нужно Я еще Стих Но Когда Первый Человек Считает Подождите Секундочку Подождите секундочку Аплодису 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 Вы будете Самыми Активными В этом направлении Участники Аплодису 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 Оборожее Аплодису Аплодису И И Ну пусто И ты и GO T Так было в России с далеких времен Чем выше давление, тем крепче бетон И если опасность державе грозит Становится Родина как монолит В горниле победы сегодня как сталь Опять закаляется Родина сталь Россия, Россия В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимает Россию знамя Россия, Россия В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем России знамя Пусть время нас бурным потоком несёт За нами Россия, за нами народ Традиции святы и тысячи лет Продолжится летопись наших побед А если врагов налетит вороньё И снова Отечество встретит моё Россия, Россия В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем России знамя Россия, Россия В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем России знамя В этом слове источник силы Повторяем вперед, Россия Россия, Россия В этом слове огонь и сила Поднимаем России знамя Россия, Россия В этом слове огонь и сила В этом слове победы планя Поднимаем России знамя Была бы наша Родина Богатой и счастливой Ведь выше счастья Родины Нет выше ничего Была бы наша Родина Богатая и счастливая Ведь выше счастья Родины Нет в мире ничего